Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на её страницах. Хэфэ Моя мама всегда была бойцом. Она на протяжении десятков лет сдержала свой диабет, но к тому моменту, как ей перевалило за 70, она ослепла на один глаз, и ей приходилось делать диализ по 3 раза в неделю. Когда я женился на Джен, врачи сказали мне, что наше первое совместное Рождество станет последним для моей мамы. Поэтому Джен согласилась праздновать Рождество в Сакраменто с моей семьёй. Мы отмечали последнее Рождество для моей мамы в течение последующих 6 или 7 лет. Как я и говорил, она была бойцом. За все годы моей маме довелось пройти через массу испытаний, но она прожила счастливую и плодотворную жизнь. Она воспитала любящую семью и оставила наследие в виде медицинской клиники, которую она основала. Она увидела, что я смог достичь того, чтобы зарабатывать на жизнь музыкой. И она встретилась с внуком, прежде чем уйти. Она любила говорить, что мой успех был драгоценным камнем в её короне. Я знаю, что она гордилась мной и знала, что я любил её. Я был опечален её смертью, но по крайней мере я мог смириться с этим, когда это произошло. Однако я не был готов к тому, что мой брат уйдёт из жизни раньше неё. Однажды я смотрел телевизор, и какой-то врач из Беркли рассказывал о синдроме войны в Заливе и о том, что какие-то учёные обнаружили опасную реакцию между стандартной таблеткой против действия нервно-паралитического газа, которую давали всем американским солдатам, и диетилтуламидом, основного составляющего большинства спреев от насекомых. Мой старший брат, Генри, был армейским сержантом, который принимал участие в обоих операциях в Персийском заливе. Поэтому я позвонил ему и спросил, принимал ли он какие-нибудь таблетки против действия нервно-паралитического газа во время боевого задания. Он сказал, что принимал. Я спросил, пользовался ли он спреем от комаров во время службы. Конечно же он пользовался. А также он подписал какой-то отказ от претензий, лишающий его возможности подать в суд на правительство, в случае если у таблетки против действия нервно-паралитического газа будут выявлены жуткие побочные эффекты. Больше не видел упоминаний о синдроме войны в заливе по телевизору, но прошло не так много времени перед тем, как некоторые из ребят, что были в отряде Генри, начали болеть и умирать. Правительство обвиняло Саддама Хусейна и настаивало на том, что он использовал химические элементы, которые отравили наших солдат. Они также настаивали на том, чтобы солдаты избегали гражданских врачей и делились своими медицинскими проблемами исключительно в госпитале для ветеранов. Как только я приземлился в Германии для начала нашего европейского тура, Джен позвонила мне и сказала, что у моего брата обнаружили рак ротовой полости. Ему пришлось сделать операцию, чтобы удалить часть языка, и мы думали, что он будет в порядке. Но спустя 8 или 9 месяцев рак вернулся с удвоенной силой и проложил себе путь под его челюстью до самой шеи. Врачи старались помочь, но они были бессильны. Мой брат начал медленно умирать. Нельзя однозначно заявлять о том, что послужило причиной рака Генри. Таблетки или диетил толуамид, или что-то еще, что армия или садам выбрасывали в воздух, или просто обилие вредной пищи. Но что-то мощно подкосило моего брата. Это была самая жуткая и злая вещь из всех, что я когда-либо видел. Мгновение ока Генри, имевший рельефное армейское телосложение, превратился в разваливающегося доходягу. Спустя несколько месяцев после диагноза он испытывал непрекращающуюся мучительную боль и был прикован к инвалидному креслу. Его челюсть и шея настолько опухли, что он с трудом мог разговаривать и он не мог больше выносить громкие звуки. Будучи патриотом, его любимым праздником было 4 июля, поэтому мы с семьей собрались у него дома и выкатили его наружу посмотреть на фейерверк. Он не мог долго выносить шум. Мы закатили его обратно к нему в спальню, понимая, что это последний фейерверк в его жизни. Последние дни своей жизни Генри провел в больнице и лишь постоянно поступающий в его организм морфий облегчал его боль. Когда я пришел проведать его, он был в отключке, но услышав мой голос, он приподнял голову и открыл глаза. Медсестры сказали мне, что он так не двигался с момента поступления. Нам приходилось шептать ему в ухо, чтобы он мог нас услышать. Он не мог разговаривать, но мог общаться легкими кивками головы. Я сказал ему, что я с ним, равно как и все остальные члены нашей семьи. У него осталось 4 ребенка. Я сказал ему не волноваться, мы все присмотрим за ними. Он кивнул с пониманием. Через несколько дней мне позвонили. Джен пришла домой и застала меня в сидящем слезах за нашим пианино. Еще более трагичным это все делает то, что моей маме пришлось пережить утрату сына за год до собственной смерти. Если бы жизнь была справедливой, хотя бы очередность должна была быть обратной. Но опять же, если бы жизнь была справедливой, мои мама и брат были бы сейчас живы. Субтитры создавал DimaTorzok